Я как председатель комиссии благоустройства здесь отмечен с докладчиком, а документы эти, соответственно, мне поступили несколько дней назад. За несколько дней мне невозможно было успеть нормально все изучить и понять, что происходит. Но как поверхностно и более-менее понять общую картину можно было. Я поговорил с господами из управляющей компании Курчатовской и сходил к господину Купкову. Я не господин, вы выражаетесь правильно. Товарищ? Я Виктор Деск. Надо обращение. Обращайтесь, я не господин. Друзья, товарища Купкова, я продержался в его Деск и посмотрел документы на эти самые разные. Значит, у меня нет никаких вопросов к самому списку. Список действительно, мы проверили два книга, действительно везде, где в списке указано, что надо сремонтировать. Действительно отмечено, что состояние объекта ремонта неудовлетворительное. Однако у меня есть вопрос к самой практике принесения нам этих согласований на муниципальное собрание. Потому что я в муниципальном собрании недавно, и за мое время депутатства три раза нам приносили на согласование разные важные вопросы нашего района. Сначала принесли благоустройство комплексное района, потом принесли дополнительное, потом принесли питальный ремонт. Двух из трех этих случаев реальной работы были начаты до того, как мы что-то согласовали. И везде, по всем данным из всех инстанций, где-то люди в префектуре сообщали, где-то там в управе, везде разговоры в этих организациях такие, что, ну а что эти депутаты, что ты там не можешь сделать так, чтобы они согласовали что-либо? Вот. И действительно, вот у вас всех собрались сегодня, я знаю, что некоторые там из больницы, некоторые так вот, именно для того, чтобы сейчас согласовать, не то, чтобы за этим числом, но после начала работы. Значит, идти на список благоустройства вот этих вот жилых домов, для того, чтобы данного ремонта, был согласован 3 апреля, исполняющим обязанства префекта и начальником жилищной инспекции. Эти работы, некоторые из них уже закончены, закончены вообще, вот например, в этом доме. Некоторые из них начались, некоторые из них планируются начаться, вот я обзванивал сегодня товарища Попкова, значит, его сотрудников, и все сказали, что везде уже присланы распоряжения, проведены тендеры, назначены заказчики, выданы ключи. То есть, работы либо уже начнут, либо сейчас начнутся. То есть, реально, это нам предлагают не согласовать что-то, то есть, мы не можем, я, как комиссия по благоустройству, не могу внести какие-то свои замечания. Потому что уже деньги где-то выплачены, где-то согласованы, где-то уже работы проведены. А нам предлагают просто проштамповать, еще у вас всех и собрали. Вы прекрасно знаете, как происходит такая штамповка, мы видели это на голосовании по председателю собрания. Знаю, что два из имеющих суддепутатов собирались стать председателями, однако, значит, право организовало принятие определенного решения. Что-то происходит и тут. Мне, я предлагаю согласовать этот список, потому что, действительно, как и в прошлый раз с благоустройством, и вы правильно говорили, что мы не можем не согласовывать, нам не будут двумя благоустройства, действительно. Вот эта аппаратная наша проблема с тем, что нас считают за ценой, занимаетесь чего, да, ничто, она не стоит того, чтобы как-то входить в эти вот темы с тем, чтобы запрещать благоустройство или там капитальный ремонт. Поэтому я предлагаю согласовать список. Однако к согласованию списка я прошу отметить в решении, что работы начаты, что глава управы Еремеев регулярно присылает нам на согласование уже начатые работы. И также прошу обратиться к мэру Москвы Солянину с тем, чтобы он уволил главу управы Еремеева из-за того, что он дискредитирует работы избранного законодательного представительного органа, то есть мы тут для того, чтобы представлять жителей. И действительно, вместо того, чтобы с нами согласовывать работы, и мы от имени жителей могли внести какие-то свои предложения, нам их приносят на штампорку. Поэтому я прошу госпожу Ким, господина Гундерова, господина Орлова, не штамповать. Вот вам принесли проштамповать, а вы давайте не будем штамповать. Давайте мы согласуем, пусть, конечно, они работают, мы не будем мешать работать, но давайте мы обратимся к мэру Москвы, и давайте мы отметим в нашем решении, что происходит такая вот ситуация, что с нами ничего не согласовывают, а нас используют как штамповку. Я понимаю, что многие из вас, у вас свои дела, вы пришли в муниципальное собрание не для того, чтобы где-то глубоко с чем-то разбираться. Вы пришли по каким-то, может быть, другим причинам, а может быть, случайно, а может быть, надавили, я не знаю. Но я пришел в него именно для того, чтобы разбираться. У меня нет никаких интересов, я абсолютно независимый человек со своими деньгами, которые никак не связаны ни с властью, ни с оппозицией, ни с кем. Я пришел, чтобы разбираться. Я не могу ни с чем разбираться, когда мне приносят на... Сейчас, секунду, когда мне приносят... Сейчас я закончу. Когда мне приносят решения уже сделанные для того, чтобы я его проступала. Поэтому прошу вас здесь меня поддержать и не проступала. Спасибо. Теперь, пожалуйста, наступили.